Рыбы Красного моря. Фильм четвертый. Дельфины у маяка. Первая часть. Индийская афалина с самком, с дельфиненком и тетей ее подругой и помощником. Малыш еще грудничок, питается маминым молоком до полутора лет. Все это время от нее ни на шаг не отходят. Вот и сейчас спрятался от чужака за маму. Опасность миновала и можно с увлечением вздохнуть. Малыш все время вертится и трется то брюшком, то спинкой, а мамин плавник. Как и все дети, он хочет постоянного внимания и ласки. Если детеныш не слушается и отплывает от мамы слишком далеко, она может его наказать. Малыш уже знает свое имя и имя мамы. Имя отца обычно остается для него неизвестным. Самцы, к сожалению, не участвуют в воспитании. Они образуют свои мужские компании и резвятся отдельно от самок. Афалины крупные морские животные, длиной в среднем 2,5-3 метра и весом около 200 килограмм. Они с легкостью расправляются с акулами и скатами. Акул атакуют на большой скорости носом, повреждая внутренности, а скатов глушат ударом хвоста. Осьминогов используют в качестве меча для игр, перебрасывая их друг к другу. Дельфины самые веселые, умные и добрые животные, и в основном все это верно. Будьте деликатными в общении с любыми животными в дикой природе. И особенно с такими крупными, как афалины. В Шарм-Шейхе прошел дождь, и в море с берега попало множество органических частиц, которые привлекли внимание кефалий. Для дельфинов и многих других они являются лакомой добычей. Завтрак самой кефалий. Канагута, или южно-азиатская скумбрия. Питается планктоном и ракообразным. Для этого широко раскрывая пасть, фильтрует воду. Вот рыбки поближе. Стая быстрых скумбрий привела в смятение и рассеяла косяк тихоходных кефалий. Пытаясь тихонько, еле шевеля ластами, подкрасться сзади корляковому скату. Красавец, машет своими огромными крыльями в лучах восходящего солнца. Ну вот и все. Кажется, заметил слежку и начинает уходить. Под углом, чтобы одним глазком постоянно держалась меня в поле зрения. Парит, как огнедушащий дракон из сказки. Утренний обход охотничьих угодий. За ним неуклонно следует самка кориса клоуна. Надеюсь, чем-нибудь поживиться с барского стола. Скаты питаются ракообразными, беспозвоночными и рыбами. Самочка кориса клоуна все время суетится. И путается у ската под ногами. Вот и сейчас попала под горячее в кавычках крыло. Маленькие голубые губанчики. Очищают мантию от паразитов прямо в полете. Маленькие голубые губые губы. Кажется, нашел что-то вкусненькое. Кажется, нашел что-то вкусненькое. Орлики любят во время приливов, а в Шарм-э-Шейхе колебаний уровня воды составляет полметра, а обследуют пространство над кораллами. Завораживает игра солнечных бликов на мантии с катом. Субтитры создавал DimaTorzok Синепятнистый скат хвостокол. Решил подкрепиться на песчаной полянке. Дима Торзокол Он резко выбрасывает под собой струю воды, вымывая песок и поедает оставшуюся без прикрытия живность. Субтитры создавал DimaTorzok А это грибнехвостый скат хвостокол. Довольно внушительных размеров. Увидел полянку и лег на грунт в поисках добычи. Гигантская мурена Не ползает между кораллами, а плывет над ними. Гигантский карангс. Чуть не выбил камеру из рук. Молодые очень любопытные. А это парочка постарше и покрупнее. Синеперый карангс Стая из 10 хищников собралась для охоты на кефалий. Титановый спинорог Всегда пуглив, близко не подпускает, если, конечно, дело не касается еды. Когда он ест, он глух и слеп. Такого обжору и дебошира еще надо поискать. Вот и сейчас схватил ракушку, чтобы поесть без нахлебников. Но не тут-то было. Все никак не может решиться напасть на меня. Зубы-то у него ого-го и поднятый шип на спине говорит о его недобрых намерениях. Видимо, чувствует, что я его не боюсь и поэтому так и не решился на атаку. Вы когда-нибудь видели вальсирующих ангелов? Если нет, внимательно смотрите. Танцует пара желтополосых ангелов. Конец первой части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова